всем привет из около московья погода у нас сегодня ужасное но я включила камеру не для этого к нам приехал цирк сейчас я вам его покажу он уже даже расположился я не знаю как сейчас девочки пройдут все проедут и я проеду так вот к нам приехал цирк я пытаюсь помнить как он называется но не помню потому что я уже несколько дней видела эти траки большие стоящие здесь вот они натягивают видите шатер натянули ну не знаю цирк шапито луна туалет то есть московский цирк что-то там вот они натягивают здесь на свободном месте шатер и видимо будет давать представление с этой стороны вот у нас там красоты так я поворачиваю сторону реки хочу сходить немножечко прогуляться развеется потому что что-то день сегодня у меня не задался вот с этой стороны сейчас покажу вам шатер вот он здесь такой пустырь огромные соответственно видимо вот на этом пустыре будут происходить у них какие-то представления не знаю схожу ли я туда я не очень люблю цирк хотя чего это я не люблю цирк я не так часто там своей жизни бывало я не могу сказать что я не люблю цирка я не могу сказать что я его люблю я к нему равнодушна давайте уж скажем так я к нему равнодушна я не вижу там не знаю конечно в каком состоянии там содержатся животные если они там есть если там только люди прыгают скачут ради бога это наверное их выбор и желание но если это там еще и будут животные которые в таком передвижном составе я не уверена что у них есть там достойные условия то в этом плане конечно я наверное скорее негативно отношусь так видите у нас тут уже все по облетала такая глубокая осень но собственно так она и есть сегодня у нас по моему 13 октября 13 в общем-то половина осени уже прошло рябина висит рябины много кстати есть такая примета что если много рябины уродилась то зима будет холодной не знаю не хочу об этом думать зиму не люблю да и осень такую уже тоже не люблю у меня уже не начинается вход в депрессию так здесь у нас уже листья жгут собирают и жгут вот и вот такой вот такая вот дорожка здесь здесь надо притормозить тут вот большая гусеница едет за которой я не вижу могу я ее объехать или нет да могу ну по крайней мере попытаюсь сейчас трактор везет деревьев становится мало опять видны уже гнезда на деревьях я по-моему снимала в прошлом году очень так колоритно это смотрелось там дедушка Ленин у нас стоит не хочу идти пешком давайте прокатимся в машине так тепло и хорошо а тут у нас кстати есть бар да видите куча машин видимо люди тут в этом баре часто бывают уж не знаю так тут вот домики колоритные я уже показывала тоже много раз ну уж ладно еще раз в осеннем варианте тут не только дачи тут еще и многие люди живут постоянно есть большие дома есть замок там у нас даже тоже замок показывала если не забуду ссылочку оставлю так такая вот осенняя такая вот осенняя погода осеннее село какие-то дома строятся еще то есть люди покупают участки например строят там дома вместо маленьких аккуратненьких которые раньше были сносят и строят например такие дома огромные строительство идем на самом деле очень красиво осенью летом да и зимой наверное тоже можно сказать что бывают дни когда действительно красиво когда выпадет снег но зима не моя зиму я не люблю вот еще рябина видите такая красная красная тут тоже обрезают жгут такой проводят подготовительные процедуры сегодня кстати четверг не пятница тринадцатая просто четверг тринадцатая так это мы уже выезжаем здесь с этой стороны коттеджный поселок который вот за год наверное как мы здесь живем что-то тут ничего сильно не меняется ну ворота только поставили и все вот этот коттеджный поселок причем сняли надписи почему-то сняли там было написано летом поселок Софьино ну вот вижу там кран работает там с той стороны кстати вот река то есть там дома с видом на реку видите вот такой вот поселок это коттеджный поселок Софьино называется а с этой стороны поля леса и реки причем поля засеяны были обычной травой но может быть это но ведь тем не менее все срезали все убрали может быть когда кормовая трава была не знаю сегодня получается какой-то экскурсия по селу в одном-одном кадре не знаю такое настроение тягомотинское ну собственно как видите погода все затянуто небо затянуто вроде оно ясное но в то же время солнце не видно все время хочется спать терпеть не могу это состояние терпеть не могу такую погоду но ничего не могу сделать вот поскольку сегодня целый день дома работаю поэтому решила что наверное все таки надо надо себя хотя бы выкатить немножко развеять потому что что-то очень сложно очень сложно я перестраиваюсь с лета на зиму переходный период у меня очень тяжело проходит так и чуть дальше будет уже коровья ферма зао пламя так вот видите это храмовская ездит скорая не скорая помощь это амбулатория ездит на прием врачу на вызов как называется правильно там вон домик с круглыми окнами я не знаю видно будет или нет и вот тут уже тоже такие и большие дома с голубятнями и с туями то есть чего только нету чего только вон там воробьи целая кучка на дороге эти подъедают тоже есть заброшенные дачи с такими домами с очень старыми покосившимися ну вот эти заброшенные дачи выкупают и строят на них дома вот кстати недавно ведь мы построили и видел гаражи наверное ну здесь розовые пряничные домики здесь такие дом с пристройкой а здесь даже есть такое озеро которое давно уже не озеро тут вот по-моему пор где-то держат где-то я видела раньше видите тут заборчик такой да вот здесь вот держит видите бур а вот здесь вот такой ров видимо с озером должно было быть озеро тоже тут видите внизу такой ландшафт интересный так на самом деле это мы проезжаем несколько деревенек маленьких вот например сейчас въезжаем в деревню шилово тоже такой поселочек все как везде ничего необычного вот кстати да доктор наш наверно ходит или нет или доктор в общем ездят на выезды в такие дома так вот дорожка тут кстати ее периодически делают потом ее естественно размывает вот получается полдайопины все как всегда здесь вот видите какие цветочки синенькие красота 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 и здесь деда по-моему есть дом дом электрика ну что реклама двигатель торговли всякие разные вот здесь забор такой странный красный поставили вот тут вот с такими фонариками оригинальные почтовые ящики старые даже телефон аппарат проезжали не знаю он работает или нет ряд конечно но для антуража стоит видите слышите да наверное не то что видите а слышите дорога какая Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр Так Езжаем Здесь уже получается ферма Это ЗАО Пламя Шилово мы выезжаем Вот уже ЗАО Пламя Вот такая вот фермочка Все, дальше будет пруд Я, наверное, дальше уже не поеду Погуляю по пруду У меня заканчивается батарейка Поэтому Лена, со всеми попрощаюсь Хорошего вам дня Хорошего вам настроения Несмотря на погоду Пока-пока У нас там авария случилась Смотрите, сейчас попробую приблизить Потому что непонятно, там все перекрыто Хотела там развернуть А не получилось Смотрите, давайте перевернуться Трак огромный Люди объезжают в сторону Через Астров Через бензовую заправку Что там случилось, непонятно Как мы смогли так вот развернуться Полностью вся дорога будет В сторону Москвы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова